Но тем временем в США обнародован проект военного бюджета на следующий год. Он в частности предполагает расширение программы по обучению и оснащению тех, кого в США называют вооруженной сирийской оппозицией. Проще говоря, это боевики. Ну и кстати, при прошлом президенте конгрессмены высказывали сомнения в эффективности пентагоновской программы. Также США планируют потратить 250 миллионов на помощь украинским силовым структурам. Из них 50 миллионов на летальное оружие. Еще один пункт касается поставок вооружений Турции. Они по замыслу конгрессменов будут зависеть от того, закупит ли Анкара российские зенитно-ракетные системы С-400. США все еще надеются сорвать эту сделку. Но еще Конгресс поручил министру обороны подготовить доклад о том, сколько в вооруженных силах США есть специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками. То есть куда она целевает внимание Пентагона, совершенно очевидно. Напомню, военный бюджет США на 2019 год превышает 700 миллиардов долларов. Продолжение следует...